Райский сад И здесь мы, да, мы судьи, в общем-то судьи, но я все-таки прошу воспринимать все наши замечания как дружеские замечания коллег, которые стремятся к тому, чтобы на земле стало еще красивее и были бы красивые сады, в том числе и у вас, дорогие садоводы. Начну я с главной номинации, как мы все считаем, это образ сада. Это тяжелая номинация, потому что передать образ своего сада, наверное, очень-очень сложно, тем более в фотографиях. Что радостно? Радостно, что наконец-то садоводы стали ощущать вот это вот неведомое и легко улетучивающееся чувство образа. Они его еще не поймали, не почувствовали полностью, но мне кажется, они стали его ощущать. У нас появились какие-то цельные картины. Мало, но появились цельные картины. У нас появились композиции именно сада, не отдельных кусочков, фрагментов, а именно сада. Появились объединяющие поляны, газоны, дерновые дорожки. Появились острова из цветников и полуострова. И это все очень приятно. Мне хотелось бы отметить работы, вот, например, Капанцева Рима. Капанцева Рима. Совершенно изумительная калитка, увитая виноградом, зеленая калитка с зеленым забором. Настолько гармоничная. Я бы ее поставила в начале, вот, я не знаю, если я бы иллюстрировала наш конкурс, я бы ее поставила в начале. Это вот вход в этот, может быть, райский сад. Может быть и нет. Изумительное решение, простое. Ну, не нами сказано, что все гениальное, а просто. Действительно просто, логично, интересно, ярко. И, в общем-то, завораживающе. Хочется войти в эту калитку и посмотреть, что там. Вообще, вот, как я определяю, нравится мне сад или не нравится. Для меня сад это театр или часть театра. Это какой-то спектакль. Это, в первую очередь, эмоции. Если я испытываю эмоции, мне хочется шагнуть и посмотреть этот сад, ну, хоть на минуточку, значит, сад состоялся. У него могут быть масса недостатков, как и в каждом человеке, собственно говоря. Ну, человек-то состоялся, и сад состоялся только тогда, когда в нем есть эмоции. Когда он вызывает эмоции. Вот, если говорить о достоинствах теперешних садов, то я бы сказала, что садоводы пытаются включить в сад, запустить ту природу, которая вокруг. Может быть, это еще робко, может быть, это еще неосознанно, но тем не менее мы видим эти прекрасные дали, это окружение. И оно становится либо продолжением, либо картиной нашего сада. В связи с этим хочется отметить такие работы, как Стебунова Татьяна. Когда мы видим, видим эти прекрасные дали. Дальше Лемешко Людмила. Вот я прям специально написала о том, что дали-дали и Дербенник. Совершенно изумительный кадр есть, я думаю, он будет демонстрироваться не раз. Прекрасный кадр. И даже те конкурсанты, которые не получат там каких-то мест и премий, я думаю, что они поймут о преимуществах своих работ. Что немножко огорчило. Да, в преимуществах я бы хотела еще отметить, наконец-то, отсутствие разрозненности в посадках. Мы уже все собираем все в едино, в композиции, в какую-то текущую тему. И это хорошо. Пытаемся это сделать. И это хорошо. Вот этот точечный способ посадки, когда открытого пространства практически не видно, он постепенно исчезает из работ. Это безусловная победа. Безусловная победа. Что не понравилось? Не понравились встречающиеся случайные детали. Случайные детали. Ну, например, вот все замечательно-замечательно, Федосова Анна. И вдруг ваза на тумбе из какого-то классического сада, случайно упавшая так вот с небес. Случайная деталь. Может быть, ее жаль куда-то убрать. Может быть, не знаю почему. Но вот мне кажется, что таких деталей стало меньше гораздо, но тем не менее они присутствуют. Все-таки хочется, чтобы продумывался образ сада и продумывались детали, которыми насыщается сад. Радостно, что меньше стало каких-то кичливых таких моментов в виде там гномиков, всяких ярких бантиков, штучек, погремушек. Я называю это рюшечки и погремушечки в саду. Вот их стало меньше присутствовать. Это тоже бесспорная радость. Очень, на мой взгляд, одним из удачных показов образа сада является работа Ольги Бензы. Там настолько чувствуется настроение, настолько чувствуется настроение, меняющееся с погодой, с временем суток. Безусловно, автор это чувствует и передает нам, и даже некоторых заражает этим. Хорошая работа Бега, Алекса. Мне понравилась работа Жилибы Светланы. Ну, мы будем еще о ней говорить. Продуманные элементы, продуманные элементы, включенные в образ сада. Мне показалась очень интересной работа Центра детского творчества. Да, она несовершенна. Да, там много всего, от чего, наверное, стоит избавиться, от чего отказаться. Но само стремление детей создать красоту вокруг себя, вот это стремление, оно заслуживает всяческих похвал. Конечно же, такие люди, которые с детства пытаются изменить, улучшить мир вокруг себя, они, безусловно, на мой взгляд, достигнут многого. Понравилась мне работа и Ярковой Татьяны, я ее достаточно высоко оценила. Но все результаты этой номинации и других номинаций, они будут озвучены чуточку позже. Следующая номинация Цветник. Для меня в этой номинации было много, ну, неожиданных, ну, может быть, неожиданных каких-то открытий. Я всякий раз благодарю наших конкурсантов за те подсказки, которые они дают для моей работы. Очень много интересных моментов обычно люди с неформальным мышлением из другой отрасли, они вынашивают и рождают какую-то совершенно замечательную идею. У нас-то взгляд замылился, наверное, уже. Вот, например, работа Осиповой Любови. Вы знаете, работа, ну, я не могу сказать, что она сильная, но один кадр совершенно изумительной контражурной съемки обычной кохи, которая осенью становится розовой. И она сочетается хорошо с какими-то розовыми цветами на переднем фоне. Вот этот вот момент прозрачной розовой кохи и контражурная съемка, на мой взгляд, это просто изумительная находка. И спасибо, Любовь, вам за нее. Очень интересные работы Татьяны Стебуновой. Ну, я бы сказала, что многие цветники, которые были представлены на конкурс, они заслуживают наивысшей оценки. Наивысшей оценки – это сочетание ириса и проса, когда и линии у нас совершенно разные идут в контрасте, а все монохромно-зеленое. Великолепный кадр совершенно. Изумительный кадр с аконитом и хиноцией, пиона аквилегии и дельфиниумы так вот нежно, нежными вертикальными белыми полосами где-то сбоку, именно не по центру, а сбоку. Изумительные работы. И опять я хочу поблагодарить вас, Татьяна, за эти шедевры. Очень понравились мне работы бензы Ольги. Понравился синий цветник, замятины Ольги, мои коллеги говорили об этом. Мне больше всего понравился у Ольги синий цветник. Изумительное сочетание синего, серого и бордового. То есть то, чего я в своей работе ни разу не достигла. Снимаю шляпу перед вами. Понравилась мне очень работа Сосну Александра, Сивонкина Ирины. Но мне кажется, что в этой номинации у нас наибольшее число открытий и удач. Наибольшее число открытий и удач. Не говоря уже о том, что чаще всего мы видим очень здоровый материал. Ну, не может быть сад хорошим или цветник хорошим, если растения убоги. Это уже понятно. Мы имеем дело с великолепными растениями, несмотря на суровое лето 10-го года во многих регионах. Следующая номинация. Водоем. Водоем. Да, действительно, это... Я согласна с Валерией Ильиной. В этом году это слабая была. Но, наверное, не только в этом году. Слабая номинация. Слишком маленькие лужицы, слишком много камней, слишком часто встречаются растения с садовой, исключительно физиономистикой, рядом с якобы природным водоемом. Если уж мы собрались подражать природе, то надо подражать в этом ей во всем. И в подборе растения, безусловно. Ну, чуждо смотрятся растения, ну, петуни или какие-то садовые растения. Розы, например, глубоко махровые на берегу какого-то водоема. Это странно. Конечно, заслуживает внимания водоем Новиковые розы. Мне понравился водоем, это же не только озеро, пруд, да, это же еще ручей, это же может быть и какой-то родник. Это просто ключик-капля, как скажет у нас Лера. Да, Бега-Алекса водоем. Мне очень понравился водоем Бензе Ольги. Очень простой. Да, вот тут у нас споры разгорелись, нешуточные по поводу того, это просто кольцо бетонное или это... Вот у меня не создалось впечатление, что это бетонное кольцо. Это маленькая круглая поверхность водного зеркала, которая, ну, как подарок того водоема, который как раз в тех далях читается. И он очень разный. Именно погода больше всего отражается на воде, да, солнце это, вечер, тени, или это дождь, или это лед. Вода первая говорит нам об этом. Это, ну, как вам сказать, мимика, мимика сада, вот я бы сказала. Даже маленькая. Вот в данном случае было уместно вот это круглое, исключительно геометрическое зеркало воды. Мне показалось это очень здорово, и обрамление белыми злаками хорошо, и сочетание с внешней вот этой вот природой, там есть что-то такое с водой, если я не ошибаюсь. Следующая номинация. Садовые детали. Садовые детали, ну, на мой взгляд, тоже тяжелая номинация. Чаще всего мы сталкиваемся с горшочками, какими-то скульптурками, там, ну, чем-то таким, чего много и часто встречается. Меня в этот сезон поразила голубая ширма, жилиба Светлана. Это было здорово, это неожиданно. Интересные, интересные палубы или мостки, которые соединяют две части сада, это тоже интересно. Но, вот, мне кажется, ну, велосипед с цветами, собственно говоря, тема избитая, но нормально и интересно выполнена она. Вот как раз в воплощении здесь, в российском, тоже хорошо. Но чего-то такого еще, что меня бы поразило. Нет, еще был камень. Еще был камень, который органично вырастает из земли, поросший каким-то мхом или лишайником. Деталь, безусловная деталь, не инородная. Деталь сада, она должна органично вписаться, вплестись в эту косу композиции. Вот те детали, которые органично смотрятся, они прирастают. Те, которые инородные, ну, они не смотрятся, как бы, деталью сада. Следующая номинация, звезда коллекции. Звезда коллекции. Ну, безусловной звездой всех коллекций была роза. Роза, 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 роза. Остиновские розы. Роза, 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 роза. Штамбовая роза. Роза плетистая. Роза во всех ипостасях. Ну, да, она царица цветов и, безусловно, звезда многих коллекций. И, конечно же, здорово, что наши конкурсанты научились великолепно выращивать розы. Но мне интересны другие растения, которые собираются в коллекции, являются звездой садов у любителей. Мне очень интересны были мини-гладиолусы. Вы знаете, мини-гладиолусы, я не знаю, в России, по-моему, о них еще мало знают. Но это новинка голландского сезона. Нынешняя голландская ярмарка цветов везде пестрит просто мини-гладиолусами по хорошим ценам. Они очень интересны. Они низкого роста. У них великолепная структура цветка. Это яркие окраски в конце лета. И мне очень приятно, что Кулакова Оксана, звездой одной из звезд в своей коллекции, выбрала гладиолусы, мини-гладиолусы. Это здорово. Она у нас практически вместе с Европой, но впереди Россия. Меня поразили цветущие кактусы. Хотя они, по-моему, у нас не заявлены в этой номинации. Но я считаю, что это звезда коллекции, цветущие на окне кактусы. Великолепна коллекция «Сон травы» у Федосовой Анны. И совершенно необычные лилии. Лилии-мортогон ярковой Татьяны. Потрясающие лилии. Ну и за душу меня взяла горячавка бестибельная, которую мне не удалось сохранить долго, ни разу. Если эта горячавка живет в этом саду у бензы Ольги не один год, я опять же снимаю шляпу. Очень хочется пообщаться с вами, Ольга, и узнать подробно о судьбе этой горячавки. Великолепно. На серых камнях я встречала горячавку на соловках. И мне сказали, что она там живет не один год. Но вы, наверное, вот за соловками будете вторая. Ну, хорош, безусловно, ревить своими размерами, которые подстать английским растениям. Безусловно, хороши. Ну, конечно же, поражают и достойно глубокого уважения наши конкурсанты, которые умеют все эти растения выращивать и содержать в великолепном состоянии. Ну, и последняя номинация – это цветы на балконе. Где-то они у меня здесь были. На окне и на балконе. На окне и на балконе. Ну, мне кажется, что в этом году эта номинация немножко посильнее представлена. Но все равно не очень широко. Хотя возможности невероятно глубокие и широкие именно этой номинации. Мне понравилась работа «Цимбал Татьяны». Ну, там не совсем на балконе и не совсем в окне. Но на окне снаружи. На фоне темного сруба в белых кашпо. Какие-то светлые цветы. Изумительное, такое трогательное сочетание. Мне очень понравилось. Великолепен балкон на Шевченко Наталье. На всех член комиссии он произвел очень хорошее впечатление. Зимний сад Олейниковой Людмилы. Зимний сад, который сделан в классе. Вот боюсь я ошибиться. Но прекрасное использование класса. Такие, в общем-то, дебри созданы. Зимние сады у нас крайне редко представлены. И всегда вызывают восхищение. Ну, и, соответственно, интерес у членов комиссии. Я хотела бы поблагодарить всех участников нашего конкурса. Я хотела бы всем вам пожелать успехов. Хотела бы, чтобы вы еще не раз блеснули на нашем конкурсе своими шедеврами. Пожелать всем вам здоровья. И пусть процветает ваш сад и край вашей малой родины. Ну, и большой, конечно. Спасибо.